друзья всем привет сегодня в видео мы с вами поговорим о расходах в марте 2023 года надеюсь что завтра мне получится выложить видео про доходы так поставлю поудобнее про доходы за март 2023 я честно не знаю сколько завтра придет зарплата поэтому очень трудно предугадать сколько составит общая сумма дохода но посмотрим расходы что хочу сказать марте так 1 значит это аренда с коммунальными услугами 15200 рублей плюс ипотека ипотеку 25000 закрыл марте принципе неплохо так теперь по основным тратам значит супермаркеты 10961 рубль принципе на питание но не только ну плюс на питание еще добавлю потом местный транспорт не ладно давайте он и потом оставим я там немножко хочу рассказать да на что именно а fast food в принципе тоже питание но здесь понимаете 1821 1 рубль это на работе также что-то покупаю потому что дома то я обычная выпечка питаюсь да ничего не покупает там никаких не печенье не пряники ну очень может там где-то раз в месяц этом вот самое самое но на работе все-таки надо покупаю так знаете что не к чаю попить потому что у меня график три через три и я не буду я не смогу успевать готовить чтобы и здесь дома это и кушать и на работу с собой именно что-то из выпечки брать я не смогу так готовить на три дня не получится никак потому что в основном когда занимаюсь приготовлением еды только выходные дни потому что когда я работаю честно абсолютно не до этого так дальше мобильная связь семьсот пятнадцать рублей кино доходил в кино пару раз 600 рублей так здесь значит категория рестораны но это опять же какой-нибудь там киев си чудо burger king 563 рубля то есть я не знаю почему на того категория относится на к ресторанам но относит так относит какая уж разница я по идее это не рестораны но нко 50 рублей это некоммерческий организации ну а опять же в храм ходил 50 рублей потратил так на местном транспорте да давайте остановимся 4 тысячи рублей значит метро покупайся проездной на метро на трамвай троллейбус автобус все включено стоит три тысячи шестьсот шестьсот шестьдесят пять рублей ржд а кстати чё-то он отдельно показал 312 рублей даже не помню на что это потратил уже особо то я никуда не ездил и почему-то электрички так вот опять же все пропало опять же электричка на на электричках пару раз я ездил пару раз я ездил на электричках вот плохо то что если выйти то приходится все обратное 91 рубль ну доездил пришлось доехать на электричке раз и лифта до два раза ездил за что 312 рублей я даже не помню честно даже никуда не ездил тем более почему-то показывает что не электрички а ржд зачем этот кошелек твой нужен вот приложение личный кабинет очень неудобный хочу сказать учеников не помню на что тратил общем почему-то посчитал а все вспомнил вспомнил 312 рублей сестрорецк сестрорецк ездил все вспомнил до 19 марта был сестрорецк так рестораны показывает отчет за ресторан то или он в общем посчитал короче не помню ой друзья вы знаете бывает так что и забываешь честно куда ты ходишь реально вот если бы он еще показывал было бы вообще отлично но он не хочет показывать ничего вот супермаркеты допустим да можно даже показать каких я что покупал вот смотрите в ленте потратил 2 719 в марте ваша не 1538 народном 400 1465 реаль 1113 отчеток в реалке то не помню азбука вкуса 504 а ну правильно все вспомнил на перекресток 698 реал почему так дорого я же обычно там мало чего покупают торт покупал просто вот и остальные тут магазинчики но белорусский магазин ходил вот финские товары покупал этот шоколадку поэтому даже может чек полу электронный смотрите в приложении она здесь нельзя приложение можно посмотреть в личном кабинете что-то не знаю но нора может тоже не знаю где очень траты свои рассказал друзья на что потратил деньги марте поэтому надеюсь что завтра да я сниму видео про доходы в марте завтра получу зарплату даже самому интересно сколько она составит поэтому друзья на этом все всем спасибо кто посмотрел это видео всем пока